Одесса! 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 24 и 25 августа 2018 года Дизель Шоу приезжает в Одессу Чтобы дать аж два концерта Такого вы еще не видели Новая программа! Новые щуки? Приходи на наш концерт 24 и 25 августа Мы будем ждать именно тебя И не забудьте сделать репост на твои видео Чтобы не пропустить Одесса! Мы ждем вас на Дизель Шоу! Ну что, Ануфрий Иванович? Можно просто Отец Ануфрий Хорошо Куда путь держим, отец Ануфрий? В Монте-Карло Монте-Карло А что это вы, батюшка, к азартным играм пристрастились? Грешно, грешно Побойся Бога Еду венчать детей Божьих Венчать, значит А немного ли кагора вы с собой взяли? Насколько я знаю, там по чайной ложечке надо всего Ежели бы видел ты облик невесты той, юродивой Ты бы сразу понял, что этого сосуда недостаточно будет Значит так, вы едете на выездную церемонию венчания, да? Аминь А как вы объясните наличие у вас двух золотых слитков? Это? Ага Какие же это слитки? Это крестики для молодоженов Какие крестики? Да вот, мы же золото осветили А сплавить не успели Вот, надеюсь, по приезду сразу доделаю Ага, понятно Сколько везете с собой наличности? Сколько Бог послал, столько и везу Батюшка, для декларации нужна конкретная сумма Конкретная? Да Сколько кому не жалко было, столько и сдали А в цифрах сколько это? В цифрах? Одному Богу известно, сколько в цифрах-то это Батюшка, а если мы сами откроем и узнаем? А не боитесь грех на душу взять? Боимся, но если мы шкатулочку не откроем и не узнаем, что там То начальство на нас анафему нашлет И тут такое чистилище устроит, ой Так что, лучше сами нам скажите, сколько там? 200 тысяч долларов Это же наш общак В смысле, община собирала Метрополит попросил вывезти, пока этот кипиш не уляжется Откройте Ого! Долго собирали, наверное Дня 4 Смелее, батюшка, смелее Можно еще одну пачечку кинуть, ага Жертву на ремонт таможни Дай вам Бог здоровья И вам тоже не хворать До свидания А теперь, батюшка, сюда Все остальное и вот эти недоделанные крестики Ну вы что, совсем оборзели, что ли, супостаты? Батюшка, службы у нас, конечно, разные Но принципы работы одинаковые Ага Уда же вы, батюшка Может, пенца? Идите вы Вроде как, классно, и это же имя Спасибо Да Здравствуйте И вам не хворать У меня бы такое средство Ну, чтобы... Ух! Давайте, ух! Ух! Не понимаю Вообще не понимаю Ну, средство такое Чтобы оно прямо так... Ух! 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 Технических расстройств, да? Сейчас Нет Мне бы жену удивить Понимаете? Удивить Удивить в постели Ну, конечно Вот, хорошее испанское средство Повышающее потенцию Тысячу сто Ой, ой У меня сейчас карвалол Понадобится Вот карвалол Нет, нет, спасибо А есть что-нибудь другое? Китайское там В натравах Есть китайское на травах Тысячу двести А-а-а-а Спасибо А есть что-нибудь Наше? Там Сексомедицин Или Пара сексомолов В пределах суммы Э-э-э Пятьдесят Э-э Пятьдесят Две Тридцать Сейчас узнаю Татьяна Николаевна! Таня! Таня! А-а Танюша Мужчине нужно средство Повышающее потенцию Подешевле Ага У тебя там что-то осталось? Ну так Работает Пятьдесят Ну, Марина Францевна Ну, я вам сегодня устрою Бурю Ух ты Все три попытки мимо. Знаете, Абрам Исаакович, ваши методы преподавания крайне возмутили Николая Петровича, представителя городского отдела образования. А что, собственно, не так? Ну, что не так? Вот тетрадь одного из ваших учеников, Изи Гольштейна. Так, так. Пример 4 умножить на 25. Ну, что, это обычная задача. Или для вас она сложная? Нет, но, что самое главное, ответ ученика, а мы покупаем или продаем? Все верно. Эта задача была про доллары. И в результате вы ставите ему 12 баллов. Да, все правильно. Человек понимает суть математики. А если он понимает суть, то, поверьте мне, когда надо будет, он все посчитает правильно. А вот Иванов, который тот же пример 4 умножить на 25 и в результате получил 100, у вас почему-то оценен на 5 баллов. Да, он просто консервативен, слишком. Он не идет в ногу со временем. И поэтому я ему решил поставить эту оценку по старой, в пятибалльной системе. Скажите, пожалуйста, Абрамин Сакович, а почему у вас все задачи про деньги? Ну, а про что они должны быть в наше нелегкое время? Я не знаю. Про яблоки, что ли? У меня есть задача и про яблоки. Есть, есть задача. У Маши два яблока. Одно яблоко стоит 10 гривен. Чищенное яблоко стоит 20 гривен. В сумме 30 гривен. Какой гэшифт получит Маша, если почистить второе яблоко? Что это? Гэшифт, простите. Это задача со звездочкой. С какой звездочкой? Я вам объясню. Чищенное яблочко очень быстро окисляется. Кто его купит? Правильно, никто. Извините меня, конечно, Абрамин Сакович, я вынуждена вас уволить. Что значит уволить? Вы в своем уме, мои ученики, привезли с Олимпиады по математике столько медалей. Это еще вопрос, как они их получили. Задача была привезти медали. Они их привезли. Вопрос решен. Пишите заявление. Стойте, стойте. Если вопрос в деньгах, так и скажите. Зачем эти ваши устаревшие методы? Я вам давала шанс и не раз. Я все понял, Надежда Константиновна. Вы и Нобель, и Гитлер в одном лице. Вы не любите ни математиков, ни... Выйдите вон! Извините, Николай Петрович, с завтрашнего дня вы можете приступать к своим обязанностям учителя математики в нашей школе. Добро пожаловать. Очень хорошо. Надежда Константиновна, это вам. Вся сумма полностью можно не пересчитывать. Все-таки перед вами математик. Спасибо. Ой, забыл. Что вы забыли? Диктофон забыл. Какой диктофон? Надежный, кассетный, аналоговый. Я же математик. В наше нелегкое время нужно просчитывать все варианты. Удачи на вашей должности. Абрам Исаакович, подождите. У нас освобождается место физика. Я дам вам дополнительные занятия. Ну не будьте идиотом! На троих Здравствуйте. Здравствуйте. У меня проблемка есть. Какая? Рассказывайте. Ну, неудобно это говорить, но... С коробкой что? Нет, как вам сказать? Руль! Нет, там сзади... Сзади? В общем, вы не смейтесь, но когда я на заднем сиденье занимаюсь... Ну, вы поняли. Чем занимаетесь? Ну... Не понял? Вот это... А, сексом, ну! Да, ну... У меня там уж что-то скрипит. А, ну пойдемте глянем, что там скрипит. Да, действительно скрипит. Такие звуки, знаете, нехарактерные какие-то. Ну, есть у меня специалист, сейчас посмотрит. Рома! Ром! Чего? Иди сюда! Ага! Тут у девушки какие-то скрипы на заднем сиденье нехарактерные. Глянь! Ага! Разумеется! Здрасьте! Рома! Ну, идем покажу. Давай! Мастер! Так. Посмотрим. Ах! Ха! Знаете, реально очень хороший специалист. Я просто, знаете, по большому транспорту. Камазы там, комбайны, трактора. Ну, да-да-да. Как говорится, чем больше машина, тем меньше мужчин. Да. А я не об этом. Я тону вас. Ну, так, а, чё там с машинкой? Очень хорошо скрипит. Да? Так, а, что делать? А, так специалист нужен. Ща позову. Дядь Палик! Дядь Палик? Дядь Палик. Да, Ромыч, чё хотел? Здрасьте. Дядь Палик, наш самый большой специалист по скрипам. Ну, не только по скрипам. Чем-то помочь? Вы знаете, я, наверное, сегодня уже устала машину чинить. Так, в чём проблема? Оставляйте её здесь. Мы вечером с Ромчиком вместе посмотрим. Да, Ромчик? А, не-не. Дядь Палик, вы, наверное, сами без меня посмотрите. Там скрипт не такой себе. Скрипт такой. Ну, ладно, могу и сам. Мне не впервой. На краях. Дяденька, а тебе ведёрко надо? Что? Нет. Нет, мальчик, надо. Убегай. Убегай. Смех. 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 Дяденька, я тебя водички принес, чтобы легче копать было. Смех. Спасибо, мальчик. Смех. 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 Копай. Да копаю я, копаю. Дяденька, мне лопатка нужна, мы уходим. Лопатку отдать надо. Долги надо было отдавать вовремя, тогда бы лопатка не пригодилась. Дяденьки, ну мне очень лопатка нужна, а то меня папа накажет. Завтра заберешь. А где? Рядом с холмиком. Понятно. Только холмик не раскапывай. Хорошо. Может на завтра перенесем? Лопатку отдать надо. Ну я же говорил, если я не принесу лопатку, то папа меня закопает. Хороший у тебя папа-мальчик. Ну наконец-то. Я ждал этого момента весь рейс. Каждый поворот этого гребаного руля. Поросеночек, а ты мне не изменял? Я? Пипочка? Конечно, нет. Слово дальнобойщика. Ну тогда раздевайся, но не спеши. А то тебя могут оштрафовать за превышение скорости. А кто же ты меня может оштрафовать-то, а? Как это кто? Патрульный булитка! А ну-ка, водитель, покажите-ка свои документики. Ой, а я свои документы дома забыл. Тогда мне придется вас наказать. Да! Да! Накажите меня, инспектор, накажите. А! По всей строгости. Ну все, а? Что? Что значит все? Я? Все, рано завтра вставать. Завтра в рейс. Ты же говорил, что это, соскучился? Соскучился еще как? Ну вот сейчас в рейс на недельку отгоняю. И еще как соскучиваюсь. А я тебя вообще почти не наказала. Что ты говоришь? Я такой наказанный, а мне живого места нет. Ой. Ну его. Ой, ладно. Ой, как всегда. Я извиняюсь. Кто вы такой? Тише, вы разбудите Георгиевича. Я, Сашка, напарник вашего мужа. А что вам надо? Ну как, у нас у дальнобойщиков правило. Если напарник хочет спать, надо его подменить. На чем мы там остановились? На наказание за превышение. Знаете, это мое любимое наказание. Позвольте, я посмотрю. Что вы делаете? Что вы под капот лезете? А-а-а-а! Я посмотрю, я сказал! На троих! А-а-а-а! Боже, что ж так плохо-то, а? Наверное, потому что вчера было хорошо. О-о-о! Этот закон сохранения энергии долбаный! Или я отказываюсь от рейсов на Лас-Вегас, или у меня откажет печень. Ой, а спать как хочется. Я сегодня ночью только 15 минут спал. Когда это ты успел? Ну, пока на американских горках вот это вот катались, так прикорнул. Американские горки были лишними. Я думаю, чего он меня так мутит? Ударь меня. Что? Ударь меня, пожалуйста, я ночью усну. Ты гений. Ударь. Ай, ты что? Это больно так, слышишь? Ты же сам просил меня ударить. Ай! Ты его делешь, ты же просил меня ударить. Ты сам меня просил ударить меня. Я тебя сейчас покажу как... Я тебя не был. Надо. Убить тебя. Это что такое? А ну-ка вставай, муженек. Что? Какой тебе муженек? А когда вчера в Вегасе мы расписывались, ты совсем другое говоришь. Что? Расписывались? Да. А после прилета обещал мне первую брачную ночь. И мне что-то я знаю, что я... Вы что, не расписались, что ли? Да нет, я соврала. Теперь наш командир не уснет несколько суток. Ни с кем я, кроме тебя, Женечка, не расписывалась. Чего? Да-да. Ну вот, теперь долетим спокойно. Итак, потерпевшая, рассказывайте, что произошло. Я гуляла по парку. Я гуляла по парку. И тут из кустов на меня вылетело и напало вот это вот... Извините, пожалуйста. Полчаса он меня обнюхивал. А потом начал тереться об мою ногу вот этим вот... Самым своим вот этим вот... Ну, вы понимаете? Да-да. Извините, пожалуйста. Мне очень жаль. Но самое страшное, что когда я хотела вырваться, он начал рычать и пытался укусить меня за попу. Простите, пожалуйста, мне очень жаль. Я считаю, таких усыплять надо. Я тысячекратно извиняюсь. Я извиняюсь. Все понятно. Ответчик, что вы скажете в свое оправдание? Понимаете, Арчибальд очень умный и очень способный пес. Он даже медали получал на международных выставках. Вот они, сколько их. Я вижу, но почему произошел этот неприятный инцидент? Понимаете, он чемпион. И нам заказали потомство. Но так как он всегда на выставках, он этого делать не умеет. Вот я решил на собственном примере показать, как это нужно делать. Так это делали и вы, а не пес? Да. Я его так многим командам обучил. Сидеть, лежать, фас. А вот решил теперь разучить команду секса. Да, Арчи, Барик? Да. Ой, туки-туки, родненькие. О, Господи. А мне же сегодня еще черная кошка дорогу перешла. Ну, точно думаю, к какому-то несчастью. Да, ребятушки, у меня несчастье. Угу. Оно вот перед нами сидит. Ну, шо вы так, как будто не родные, как будто не рады меня видеть. Слушай, Багировна, давай не тяни кота за... за что ты там обычно клиентов втягаешь. Давай, к делу приходи. Что случилось? В общем, меня ограбили, украли огромную сумму денег. Всех нас каждый месяц обкрадают. Все мы коммуналку платим. Давай, что конкретно, где, когда произошло? В общем, записывай. Ага. Гражданин Аваруха, 75-го года рождения. Так. Да. Сколько украл? Эээ, 500 тысяч долларов. 500 тысяч... Да, да, 500 тысяч долларов. Так, когда это произошло? Пиши, пиши. Десять лет назад. Магировна, а че ж ты десять лет назад не пришла? Что, была занята на работе? Да не, я просто не знала, что меня ограбили. Как это? Ну, в общем, слушайте, десять лет назад я шла к своему другу Аварухе на день рождения. С такими бабками? И шо это за друг такой, которому на день рождения дарят 500 тысяч долларов? Он шо, начальник милиции, что ли? Да не, я вообще без подарка шла. Подожди, как это без подарка ты шла? Я просто долго не могла определиться, шо ему подарить. И решила шо-нибудь такое красивое, шо-то такое яркое. И подарила себя. Да. Подожди. Так если бабок не было, как тебя обокрали? Господи. Вот, читайте. Девушка из Канады продала свою действенность за 780 тысяч долларов. А я не гордая, а за 500 продаю. Так, я вообще ни хрена не понимаю. Так как же вы не понимаете? Вот если бы я раньше знала, я бы свою действенность не подарила бы, а продала. А этот голоруха воспользовался тем, что я не знала рыночной стоимости услуг, понимаете? Я требую поехать к этому голорухе и шибануть его на 500 тысяч долларов. Я сейчас официальный вопрос задам. Анжела Багировна Филиппова, ты совсем шибанулась, что ли? Да шо, ребята? Ну вот представьте, если бы я раньше вот эта вот продала бы ее, может быть, и судьба у меня по-другому сложилась. Может быть, я бы и не была проституткой. Хотя нет, была бы. Так, мисс окружная 97, от нас ты че хочешь? Я хочу, чтобы мы с вами вместе поехали к этому голорухе и взяли у него 50 тысяч хотя бы. Хотя бы? Гривен. Так, Багировна, все, иди домой. Так, по 50 процентов. Я тебе говорю, иди домой отсюда уже. Давай дуй. Иначе я тебя сейчас обворую вот в клетке, а потом на столе. Вы знаете, вот я так и знала, что надо было идти к частным бандитам, а не к государственным. Ну дуй отсюда, дуй давай. Ты посмотри на нее. Смотри, че пишет. Канадский гей продает свою девственность за один миллион долларов. Миллион. Нам таких денег даже до пенсии не заработать. Да че там? До пенсии следующей жизни не заработать. Слышь? А может, разместим объявление, а? Мент-девственник. Это вообще эксклюзив. Я сейчас не пойму, ты шутишь или серьезно? Конечно, шучу. Кто нам миллион заплатит? Давай хотя бы за 50 тысяч. Надежда Константиновна! Ой, простите, я помешала, я зайду в другой раз. Нет-нет-нет, Софья Николаевна, заходите. Вас это тоже касается. Меня? Да. Касается всех. Потому что каждый год выпускной в вашей школе превращается в ЧП районного масштаба. Я хочу в этот раз лично убедиться, что все пройдет чинно и благородно. А не как в прошлом году, Надежда Константиновна. Когда к вам съехались все городские наряды. Милиции, пожарные и журналистов. Но мы уже уволили физкультурника. Это не вы его уволили. А мы его закрыли на три года. Я прошу прощения. Просто в прошлом году был очень сложный класс. Да. И физрук был его классным руководителем. Это я в курсе. Потому что все его ученики тоже попали к нам. И даже девочки. Но это же хорошо. Неизвестно, что было бы с ними на свободе. Олег Петрович, я вас уверяю, что в этом году выпуск будет спокойным и благородным. Да, 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 согласна. Это потому что в этом году выпуск хороший? Нет. Это потому что в этом году мы собрали больше денег. Софья Николаевна, у вас есть какие-то предложения по проведению выпуска? Да, да, да. Озвучьте их, пожалуйста. Мне кажется, чтобы наш выпускной не превратился в какое-то скучное застолье, нам необходимо сделать какие-то конкурсы. Прекрасно. Я даже разрешаю взять спортивный инвентарь из спортзала. Ага. А в завершении вечера мы выпустим голубей. Боже. Это будет так романтично. Олег Петрович, поверьте, что выпуск в этом году в нашей школе будет самым спокойным, самым благородным. Посмотрим. Ну я же вас просил. Я умолял. Ну, пардоньте. Что вы за люди такие? А ты кто такой? Минтяра поган. Тихо. Надежда Константиновна вне в школе. А ты вообще рот закрой, аросомаха. Что? Иди сюда, и через глаз... Я тебе сейчас ноги повыдергиваю. Тихо. Я тебе сейчас ноги повырваю. Давайте, наконец, проясним, из-за чего началась драка. Из-за танцевального конкурса. Вы что, подрались из-за конкурса? Нет, из-за приза. Или приза. Боже мой, я филолог по образованию. Хрен с ним. Короче, из-за бутылки шампанского. Вы же хотели устроить романтичный выпускной. Да все было капец как романтично, пока шампанское не закончилось. И в чем связь? А связь в том, что потом мы перешли на водку. Понятно? Да. Ясно. Скажите, зачем вы жарили голубей на глазах у детишек? Потому что ресторан долго не нес горячее. Да. А зачем вы их жарили живьем? А потому что... Потому что когда голодная, очень агрессивная. Понятно? Вы можете мне объяснить, в конце концов, драка из-за чего началась? Не из-за чего, а из-за кого. Из-за вот этой глупой нерпы. Подрались физкультурник и трудовик. И в результате она досталась самому сильному физкультурнику. Физкультурнику. А зачем надо было на школьном автобусе в реку въезжать? А потому что нам стало жарко в автобусе. Понятно? А, да. И мы все единогласно решили, что нам надо скупаться. Скупаться. А что это за наезды, начальник? На нас что тут? Телеву кто-то накатал, что ли? Нет. На удивление, никто из родителей заявлений не писал. Ну, это и понятно. Мы же им еще аттестаты не выдали. Кстати, где аттестаты? Ах, в автобусе. Товарищ начальник, отпустите нас, пожалуйста. Ну, откуда я вас сейчас отпущу? В автобус. В автобус. Ты что такой борзый? Креница. Что у тебя выпускного не было никогда? Или я тебя от ментуры не отмазывала, нет? Или я тебя не вынимала из-под химички, когда ты кричал, тетя, никак не надо! Когда ты голый. Ладно, 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 идите. До встречи через год, как обычно. То-то же. Слушай, Николаевна, разрешите пригласить вас в свой кабинет на бутылочку айс? Что ж вы молчали, что у вас есть бутылки? Мы бы из-за этого и не подрались бы. Или не подрались? Боже мой, я филолог по образованию. Да пошли ты, у меня есть торты или торты. Какая разница, главное есть. Слушай, вот так все. Каждый год одно и то. На троих.